Наводка бить по населенному пункту, конкретно отбивать по горе, по высотам, по больнице. И передний фланг нашей обороны. В основном, основные удары пришлись на частный сектор. В общем, они беспорядочный огонь вели по частному сектору. Из артиллерийских орудий, видать, работали с плохой корректировкой. Ну, и танками они разбивали блокпосты. Пострадавшие? Ну да, среди нас есть пострадавшие и погибшие. Ну, не так уж много, конечно, жалко ребят, но пока сейчас число сказать не могу. Ну, это не более десяти. Есть раненые, конечно. Среди мирных жителей, вроде бы, я слышал, тоже есть раненые. Пока еще не подтвердилось. Много разрушений, очень много разрушений. И они используют, сейчас я вам перечислю все то, что они используют. Против, ну, как бы, не то, что против нас, но против всего населенного пункта Семеновка при штурме. Штурмовую авиацию, это Су-27. Вертолеты, МиГ-24. Потом дальнобойные орудия. Ну, это, или 152 миллиметра, даже больше. Минометы 120-миллиметровые. Танк стреляет. Там один танк подбитый стоит. Как бы он не сгорел до конца, они экипаж заменили. И сейчас прямой наводкой бьют по блокпостам. Я считаю, что это вертолет подбит, который сел. Один ушел направо, и там потом задымился. Дальнейшая его история неизвестна. Он ушел далеко. Ну, конечно, они сгруппировали колонну в районе Краснолиманского моста. Готовятся к следующему штурму. Видать, их командование толкает их вперед. Сейчас я вас отвезу на место, именно с которого можно посмотреть, как воюют украинские военные, как валяются разорванные трупы прямо на дороге, которые они бросили. У нас нет возможности забрать этих ребят. На свою сторону. Они как бы между ними и нами. Между танками и... Между танками и трупами.